Ну, в общем, сезон только завершился, да, сегодня вы уже тренируетесь, насколько я понимаю, после небольшой паузы. 9 августа старт нового сезона, такой первый раз в карьере, вообще не было такого, наверное, никогда? Нет, никогда не было такого. И как ощущения вообще от четырехдневного отпуска по завершению сезона? Чем занимались, успели отдохнуть, может быть, как-то по-особенному? Да, особо ничем не занимался, ко мне приезжали друзья, мы гуляли по Казани. Мы ездили во всякие места, смотрели Казань, изучали город, вот, потому что, когда переехали сюда, практически сразу началась пандемия, и особо я не успел нигде побывать. Вот, отдохнуть, да-да, успел, в принципе, достаточно времени, чтобы отдохнуть было. И как впечатление от Казани, собственно, вот сейчас? Очень-очень красивый город, дружелюбный, я не знаю, мне все очень нравится здесь. Нет, а какие-то любимые места уже появились, может? Нет, пока еще не все изучил, что были любимые места. Хорошо. Как оцените завершившийся чемпионат для Рубины и для себя, лично? Ну, я думаю, для Рубина, не знаю, чемпионат, наверное, закончился положительно, потому что мы выполнили задачу, которая была поставлена. Вот, а для себя, ну, я дебютировал в этом году в панерлиге, и думаю, это тоже положительный факт. А за счет чего Рубина вот весной, весной, когда Слуцкий только пришел, до паузы с пандемией, достаточно все со скрипом продвигалось, да? За счет чего после коронавирусной паузы удалось так резко прибавить и внешне легко избежать вылета команде? Вам изнутри, наверное, видно? Ну, я даже не знаю, как на данный вопрос ответить. Может быть, зимой не хватило времени, чтобы все футболисты сыгрались, друг друга начали понимать. Может быть, коронавирусная пауза была для нас именно в плюс, чтобы все друг друга начали понимать. Ну, тебе-то точно, наверное, коронавирусная пауза пошла на пользу, потому что после нее ты так достаточно неожиданно, ну, как бы со стороны неожиданно, мы не знаем, что происходит внутри команды. Она закрепилась, можно сказать, в основном составе. Что там произошло? Как на тренировке себя показал? Или почему удалось резко попасть в основной состав? Ну, это точно не меня надо спрашивать, это надо спрашивать Леонид Дикторовича. Я просто, ну, старался работать на тренировках, чтобы у меня появился мой шанс дебютировать в Премьер-лиге. С Луцкой, вот буквально интервью вышло на днях в Спорт-Экспрессе, по-моему, и он возмущался судейством и приводил в пример как раз желтую карточку, которую вы получили на второй минуте в одном из матчей. По мнению вашего наставника, арбитеры нашли способ манипулировать играми в обход ВАР новой системы. Вы как считаете? Ну, не знаю, но, честно, карточка очень странная. Давать сразу сажать футболиста на второй-третьей минуте на желтую карточку, когда был только один-единственный фил как раз совершен, то для меня тоже очень странно. Насколько я помню, там же ни о каком срыве атаки-то не было, я этот момент помню, правда не помню в какой игре, но момент помню. Момент был на фланге. То есть, если бы там одно, если бы он, я не знаю, в центре где-то был, он выбегал, тогда, да, момент был на фланге, мне тоже было непонятно, на самом деле, этот желтый карточек. А сам ВАР вообще, что думаете, насколько он полезен футболу? Ну, я не знаю, просто тоже, ну, не все же судьи смотрят тот же ВАР. Они принимают решения, потом им передают. Некоторые судьи же ходят разбирать сами момент самостоятельно, а кто-то им просто, а другие судьи им передают просто, и они не принимают решения, сами не просматривая момента. Трудный вопрос. Ну, то есть, проблема в том, что нет четкой системы, да, когда смотреть? Я думаю, да. Но, с другой стороны, Рубину до ВАР в сезоне не поставили ни одного пенальти, а после введения в ВАР сразу два. Так что, можно говорить о каком-то плюсе? Ну, может быть. На какие места, по ощущениям, будет претендовать Рубин в новом сезоне? Я говорю, не о каких-то официальных задачах, а вот на что внутри команды настраиваетесь? Ну, я думаю, каждый футболист в любой команде настраивается в каждом матче выигрывать и занимать как можно выше места. Ну, а все-таки поконкретнее есть внутренние ощущения? Какое-то там за Еврокубки, либо просто там за попаданием в условную восьмерку? Не знаю, не могу так сказать, внутренние ощущения. Ну, хотелось бы, конечно, там, не знаю, в первую пятерку, наверное, пропасть. Ну, то есть Еврокубки. В составе появится Меркулов. Не боитесь за место в основе? Что слышали об этом футболисте? Ну, особо ничего не слышал. Мы просто вместе тренировались. Он уже был у нас. Бояться за место... Ну, нет, не бояться. Почему я должен бояться? Ну, ваш прямой конкурент? Ну, в каждом коллективе есть конкуренция. Кто себя лучше проявит, тот и будет играть. Вам 22 года, вы уже практически, ну, в основном составе Рубина. Для российского футбола, где вот, ну, у нас же мало игроков, которые прям резко в 18, как в европейских чемпионатах, которые с 18 лет звездами становятся. Вы как оцениваете, это хороший результат для вашей карьеры в 22 года стать игроком основного состава Рубина или нет? Или хотелось бы большего? Ну, в принципе, для моей футбольной карьеры, откуда я начинал, это вполне отличный результат. Потому что, насколько я знаю, из той команды, из которой я заканчивал детскую школу, по-моему, максимум 2 футболиста сейчас играют вообще. Из всех годов, которые заканчивают. Расскажите вообще, как возник вариант с Рубином. Вот вы крутой сезон в Торпедо делали. Кто на вас вышел? Как вообще все это возникло? Мне позвонил представитель команды, мой представитель. Евгений Моисеев? Да, Евгений Моисеев. И сказал о том, что есть интерес со стороны Рубина. Вот, но мы не могли с ним нормально все отговорить, когда уже начался отпуск, и, ну, особо со связью были проблемы. Вот, и потом, наверное, через дня два со мной связал Санит Викторович. Вот, мы с ним поговорили по поводу моего будущего. И по приезду в Москву я уже встречался с Евгением, чтобы обговорить, ну, все моменты переходят. Потому что при предложении у меня не было никаких сомнений. Я хотел перейти сразу сюда. А есть не секрет, что конкретно вам Слуцкий в том телефонном разговоре говорил? О чем там речь пошла? Этого не буду озвучивать. Коммерческая тайна? Хорошо. Так, а другие варианты продолжения карьеры были именно в РПЛ? Или только Рубин? Ну, как я знаю, вроде велись переговоры, но до чего-то конкретного дела не доходило. То есть там, то туда, то сюда, как бы, ну, особо прям конкретики не было. А характеризуется, как бы, стиль управления командой Слуцким? Чем он отличается от других? Уже достаточно времени поработали? Да меня особо сравнивать не с тем, чтобы как-то охарактеризовывать. Просто, ну, каждый тренер, с которым я работал, ну, всегда, ну, по-разному, по-разному, я всегда вел. Вот, ну, Леонид Викторович, наверное, выделяется тем, что много юмора. То есть во время тренировочного процесса его нет, но вообще в целом, так, среди команды, наверное. Вот, а во время тренировок сосредоточенность, там, подсказ, я не знаю, просто как это, как можно тренеров описывать, если, ну, на особый пример это нет. Не, ну, все-таки Слуцкий, это же, ну, по меркам РПЛ, топ-тренер, да, и на одном юморе результата, наверное, не сделаешь. Согонатное дело, я имею в виду просто, мне не с чем сравнивать, чтобы как-то охарактеризовать. Как обосновались в Казани? Ну, где квартиру снимаете, либо на базе живете? Нет, ну, при переезде сюда я сразу снял квартиру на улице Чистопольской, рядом с Акбарс-Арен. Вот, и получается, ну, вот как сборы закончились, я полетел в Москву, собрал вещи, вот, и прилетел сюда сразу в квартиру. То есть у меня уже, ну, она готова была, я сейчас вот как бы здесь проживаю. Вы в январе ведь прибыли в Казань впервые, на хоккей не успели сходить, отнюдь арену-то, рядышком там все? Прибыл в январе, да, впервые, но на хоккей еще не успел сходить. В планах? Да, планирую сходить, конечно, обязательно. Ну, в смысле, ну, как бы следишь за хоккеем, как болельщик? Я больше увлекаюсь с НХЛ, чем в КХЛ, но сам на хоккее никогда не был, может быть, сходив вживую, мне понравится и буду следить за КХЛ тоже. А в НХЛ какая любимая команда? Чикаго. Чикаго? Чикаго, Blackhawks. Понятно, а как думаешь, почему Детройт так давно не выигрывает НХЛ? Кубок Сталина. Такая великая команда раньше была. Трудно сказать, да, но там... Знаете, ответить на этот вопрос очень трудно, потому что неизвестно, что происходит. Например, в том году в НХЛ результаты, которые были показаны в некоторых матчах, никто не мог бы предсказать этот результат. А Чикаго, Панарин, кстати, станет звездой настоящей Чикаго. Ну, понятно, что он сейчас звезда, но такой звездой, которую будут вспоминать там через 20 лет и так далее. Чикаго великий клуб? Ну, вполне сможет, почему нет. Хорошо, вернемся сейчас к футболу. Так, секундочка, секундочка. А вы один приехали в Казань или там с подругой, с женой? Я, честно, не в курсе. С девушкой, с девушкой проживаю. С девушкой, ага. Свадьба планируется в Казани? Ну, может быть, да. У нас же эта чаша есть в центре города ЗАГС. Не ходили туда еще? Не примеривались? Я не был. Девушка с друзьями ходила, я не был. Она ходила посмотреть, а я на заезде была. Говорят, в Рубине одна из лучших баз в РПЛ. Как считаете, соответствует? Опять же, вопрос такой, что из всех моих клубов, в которых я играл, база была только в одном. В котором есть база, и отличие тут с той базой, которая была колоссальной, конечно. Недавно интернет взорвал слух, вот буквально, опять же, на днях, о неподобающем поведении вашего одноклубника Тарасова в самолете. Обсуждали в команде? Есть тут только правда или вообще всю эту выдуманную историю? Ну, в команде не обсуждали, но, мне кажется, это все, ну, все бред. Вот, не знаю, Дима не такой, мне кажется, человек, чтобы что-то дебоширить или что-то вполне спокойно. Ну, вот за ним вообще какой-то шлейф таких сорвиголовы в соцсетях вьется. Недавно видео было, как он перекидывал мяч через парше на фоне здания Кабмина Татарстана. А каков он в тренировочном процессе, вот так, в повседневном общении? В тренировочном процессе он сосредоточен и работает на каждом отрезке поля, как бы, ну, без шуток, без всего, всегда, всегда в работе, всегда в деле. А в повседневном общении? Вне поля, ну, обычный веселый человек, когда можно пообщаться, там, спросить совета или еще что-то. А кто сейчас лидер раздевалки в Рубине? Не на поле, а в раздевалке? Трудный вопрос. Не, ну, смотрите, обычно... Особо нет лидеров в Рубине в Рубине. Все-все-все одинаково. Обычно просто в командах бывают ветераны, вот, приходит молодой игрок, там, начинает подсказывать, что-то, там, объяснять, там, где, грубо говоря, столовая, где еще что-то, там, объяснять, как в городе, там, устроиться, помочь, если в чем... В Рубине такие ребята есть? Кто-нибудь помогал? Да, особо у всех, у каждого можно спросить, кто, как бы, уже проживал в Казани, ну, достаточно в Казани времени, там, по поводу базы, куда, там, пойти, когда я приехал, тоже, там, кого встретил, того и спрашивал, как бы, и никто не отказывал, каждый может подсказать. Ну, то есть, такого ярко выраженного дядьки нету, да, в команде? Нет, ну, прям, ярко выраженного нет. Угу. До Рубина был отличный сезон в Торпедо, после которого, как раз, пошли разговоры о вашей готовности к РПЛ. Расскажите, чем была так сильно, сильна та команда, и что помогло вам выстрелить в ней? Это же ваш первый такой серьезный успех был в футболе, насколько я понимаю. Ну, подобрался просто, как по мне, ну, Сергей Николаевич Игнашевич пришел к тренеру, и подобрал хорошую команду, хороший костяк, то есть, он был дружный. Очень дружный коллектив. Вот. Каждый, ну, каждый понимал в команде, что нужно делать, и я думаю, из-за этого у нас все было положительно. А Игнашевич же, ну, совсем недавний игрок, как он чувствуется в нем? Вот, у нас вот был тренер Шаронов у Рубини, и как бы чувствовалось, что в нем говорит еще игрок. А Игнашевич уже полностью стал тренером, или чувствуется, что он еще игрок? Да, я думаю, ну, он уже тренер, как бы, и он сам говорил то, что он уже тренер, и, как бы, ну, с игроком он уже закончен. И, как бы, во время тренировок тоже было заметно, что он сосредоточен именно на тренерской работе, и, как бы, ну, без, без, не видно было в нем игрока. А вот бывшие игроки вообще, которые только стали тренером, они часто говорят о своих заслугах игрокских, ну, там, вот, там, я, там, в финале Кубка УЕФА, там, в такой-то момент так сыграл, там, вот такие моменты были в его установках? Нет, ни разу Сергея Николаевича не слышал такого. Хорошо. При этом вы могли дебютировать в РПЛ и раньше, у вас был контракт с Эренбургом, который пришлось разорвать. Вы сами говорили то, что из-за того, что вас просили переписаться на Трабуки, можете рассказать про это нам тоже подробненько? Там ситуация была такая, что я поехал на последний сбор с Эренбургом, вот, меня пригласил главный тренер команды. Я оттренировался, получается, все сборы 10-дневные, и, получается, за день до вылета уже в Москву, или, ну, в Москву за вещами, и планировалось в Эренбург, вот, я встретился с таким человеком, как Трабуки. Он приехал, прилетел на сбор, и он подошел ко мне, как бы, с той фразой о том, что, если ты переходишь сюда, ты должен работать со мной, ну, то есть, как бы, я должен быть твоим представителем. На что я ему сразу же отказал, потому что у меня есть представитель, и получилось так, что он, ну, вот, 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 как получилось, как говорится. Ну, а вообще, как бы, ну, обычно, это же довольно распространенная практика, я правильно понимаю, в футболе? Ну, что у многих команд есть, как бы, свои агенты, которые стараются эту команду всю под себя забрать. Есть такое же, или нет? Не знаю, особо, как бы, не заморачиваюсь этим. Есть там представителей, у этого клуба нету. Я, ну, мое дело же, ну, тренироваться, расти как футболист, развиваться, а, ну, все, что там в клубе связано, это же, ну, не я же должен это обсуждать или изучать, правильно? Правильно. И такой момент, я просто к чему веду, обычно молодые игроки, насколько я знаю, вот, ну, такие требования, они, ну, соглашаются, боятся потерять свой шанс и так далее. Вот, а вы почему решились отказать, и как так вот? Ну, просто для меня это, знаете, не по-человечески, когда ты работаешь с одним человеком долгое количество времени, и потом из-за, на тот момент, можно сказать, более выгодного предложения, я имею в виду по поводу клуба, где я был, и куда я мог перейти, сразу, ну, там, кидать, что ли, человек, так, что ли, ну, это не, ну, я так не смогу, у меня так не получится. Я не, ну, я вырос не так. А вообще говорят то, что Оренбург фармклуб «Зенита», изнутри это как-то чувствуется, нет? Мы же там какое-то время провели. Да, я даже не замечал этот раз. Хорошо. Так, ну, теперь расскажите, как вообще оказались в футболе, кто привел, и в каком возрасте, как бы, уже решили, что это серьезно, профессионально, а не просто увлечение. В футболе я оказался по своей инициативе, то есть, когда мне было, наверное, года четыре, мне просто нравилось выходить на улицу, там, пинать мяч, там, с друзьями, со всеми, вот. И ближе, наверное, к семи годам я попросил родителей, чтобы меня отвели в школу, ну, в футбольную школу, которую я находился, там, рядом с домом. Так, вот. Школа называется «Приолит», я там, в Превоково, и школа там, вот прям, в городе есть. И вот там проходил просмотр для игроков моего года, и меня взяли туда. По поводу профессионального футбола, я даже не знаю, мне кажется, на тот момент, когда я закончил школу, ну, просто, там такая школа, что она вообще не просматривается. Илья, у тебя немножко потише тебя стало слышно, сделай это. Там что-то... Да, 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 да. Вот. И я попал и в команду, которая должна была заявиться в ФФЛ, получается, полгода была, до начала чемпионата где-то. Вот, я с ними тренировался, и получается, вот прям, под начало чемпионата, там, такой инцидент произошел неприятно особо. И вот после этого на меня вышел Евгений, и пожал меня, тогда только создавшуюся, получается, команду Арарат ПФЛ. Вот, и так началась моя профессиональная карьера. А Арарат, кстати, интересный клуб, были же, ну, серьезные планы, я помню, как он становление было, там, вплоть до выхода в РПЛ они там все планировали. Почему в итоге команда загнулась? Ну, сказать по какой причине, так, так решил руководство, я не могу, потому что нас просто поставили перед фактом, и все. То, что ФНЛ не будет, там, будет, будет другой вариант, и все. Ну, я лично не знаю, почему так получилось. Ну, вообще, команда на тот момент, когда еще все было хорошо и интересное была, тебе там было комфортно, или как? Ну, у нас для команды ПФЛ, для моей первой профессиональной команды были собраны люди, такие, как Роман Павлюченко, Марат Изман, там, Игорь Лебеденко, Алексей Рибко. То есть, ну, такой коллектив для, мне кажется, для уровня ПФЛ очень, очень сильный. Как бы так и получилось, мы не проиграли ни одного матчика на последний. Угу. А какие-нибудь интересные истории были, вот, в общении вот с этими звездами? Ну, реально же Павлюченко звезда, там, Тоттенхэм играл в том же, да? Как-то общались? Эти забавные эпизоды, вспомни. Да, да, особо, я думаю, как бы, ну, я-то особо. Ну, не находился с ними, ну, я с ними общался, но, как бы это сказать-то, ну, вместе время не проводил, чтобы слушать какие-то истории, потому что я был еще вообще прям молодой, чтобы он был лет 19, наверное. Вот, а так, там, мне они подсказывали, мне они помогали. Угу. Звездняк чувствовался в них? Нет. Угу. Угу. Хорошо. Хорошо. А как пережил ты ковид, скажи, пожалуйста? Да, не знаю, я его особо не заметил. Ну, вот, имеется в виду, вот этот же момент был, как его, с карантином, чем занимался-то, как сформу поддерживал? Это очень тяжелое время, когда нельзя пойти там, полноценно потренироваться, где еще что-то. Я совмещал беговую работу с велосипедной и с той работой, которую нам скидывали тренера. Вот. И все равно не та тренировка, которая могла быть. Угу. А ты ролик красавый смотрел, вот этот нашумевший про здоровье футболистов, там, про смерть игрока локомотива? Ну, так, глазком, но особо прям, ну, не полностью его смотрел. Ну, я видел, да, многие моменты, многие. А вот, ну, ты же, опять же, уже на дне российского футбола побывал, в ПФЛ, там, и так далее. Вообще, то, о чем он говорит, это есть такое, нет? Ну, рисованные медосмотры, там, вот это вот все. Нет, в каждом клубе, в котором я был, как бы, там каждые полгода был медосмотр. Если нужно было, тебя отправляли в больницу, там, если у тебя какая-то серьезная травма на МРТ, на УЗИ. То есть, я, наверное, к лучшему не сталкивался с таким. Угу. То есть, это вряд ли носит такой прям массовый характер, как говорит красава. Ну, думаю, вряд ли массовый, как бы, там, некоторые клубы, может быть, да, есть такой, но там, где был я, ну, такого не было. Угу. А чем увлекаетесь помимо футбола? Да, особых увлечений вроде нет. Ну, там, я не знаю, игры? Так, могу, там, после тренировки, например, прийти домой, там, сесть, там, не знаю, за компьютер, там, поиграть во что-нибудь, а так особо. А во что? Ну, чаще в Counter-Strike, наверное. Почему, кстати, все спортсмены играют в стрелялки? Почти все, либо в симуляторах футбола, хоккея. Не знаю, честно. Ну, вот я совмещаю, получается, менеджера и стрелялки. Менеджера кого-менеджера? Футбольный менеджер? Футбольный менеджер, да. И как успехи, я тоже поигрываю в эту игру? Ну, пока только обучаемся. А, только начал? Да. С 20-го менеджера? Да. Ну, не для интервью, рекомендую 15-й попробовать, он самый четкий, на самом деле. Хорошо. Так, хорошо, значит, Counter-Strike, футбольный менеджер. Хороший разброс такой, получается, по увлечению. А из музыки что предпочитаешь? Да, я особо, ну, не выбираю. То, что понравится, то я добавляю. Но максимум, что я не могу слушать, это, наверное, рок в любом исполнении. То есть тяжелый, не тяжелый, без разницы. Наверное, поэтому ты появился в Рубине после ухода Романа Шаронова, да? Не знаю. Он же у нас главный рокер в Рубине. Я не могу слушать такую музыку. А почему? Ну, не знаю, но вот как-то пару раз послушал. Мне вообще никак не зацепило, не понравилось. И все, с того момента больше не слушал. А книги вообще не читаем? Ну, вот, с книгами сейчас проблема, но вот планирую начать. Мне подарили пару книг, вот хочу начать читать потихоньку. А если не секрет, какие книги подарили? Ой, я сейчас вам не скажу. Они у меня в другой комнате лежат, я вам потом смс-какирую. Напишите, да, 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 я вставлю в интервью. Хорошо. А какие предпочтения в еде? В еде? Да, особо нет предпочтений. Я ем все. У меня нет нелюбимой еды, любимой еды. То есть, как бы, я не выбираю. Главное закинуть в топку, да, дровку? Ну, главное мясо покушать, а остальное как-то. А татарскую кухню уже пробовал там, эчпачмайк и чак-чак? Чак-чак пробовал, да, эчпачмайк еще нет. Планирую покушать. А больше ничего из татарской еды пока не ел? Угу. И как тебе чак-чак? Да, вкусно. Как десерт. В отпуск себе на розину чак-чак прихватишь? А я уже возил. Возил? Зимой, когда приезжал, мы домой влетали, я купался домой с семьей чак-чак. И как семья трагировал на это дело? А у меня брат младший любит очень чак-чак. Мы уже привозили, поэтому он с радостью заточил его. Так, что-то еще хотел спросить. А, насчет родителей. Вот бывает же то, что родители, ну, когда непонятно еще, что сын серьезно занимается футболом, говорит там, бросай это дело, надо учиться там и так далее, ты себе жизнь сломаешь. Не было такого? Нет, никогда не было проблем с этим. То есть у меня были проблемы с учебой из-за того, что, ну, я не желал учиться, мне больше нравился, например. Футболом или еще что-то. Но, да, меня ругали за плохие там оценки, там, за прогулы или еще за что-то. Но никогда не было такого, чтобы мне говорили, все, заканчивай с футболом или так далее. Ладно, я, спасибо за интервью, удачного сезона. Держим тебя за кулаки, победы Рубину, всего хорошего. Спасибо.